Мечта букиниста представляет Глава десятая Земля мёртвых Красивый у вас амулет, сказал Рашер, не спуская глаз серебристой фигурки моржа. Хель держала её двумя пальцами, постукивая по крышке стола. Вагнер, само собой. Амулет? Губы Хель едва заметно дёрнулись. Настоящую улыбку она себе позволить не могла. Ну да, сказал доктор Рашер, этот морж — очень тонкая работа. Амулет? Хель покачала головой. Нет, я не суеверна, чтобы держать у себя всяческие амулеты и талисманы. Игрушки для дикарей. Оставьте их вашей белокурой красотке. Рашер дёрнулся. Это была явная провокация. Но его так просто не возьмёшь. Красотке? Переспросил он как можно непринуждённее. Голос прозвучал сипло. А вы про девушку из леса. К чему эти игры, Зигмунд, перебила его Хель? Она действительно красавица. Пусть это и дикая, варварская красота. Я знаю, что она вам нравится. Пожалуйста. Если это не мешает вашей работе, меня это не интересует. Вы же знаете, что для меня работа стоит на первом месте. Надеюсь, Зигмунд, это действительно так. Доктор мысленно выругался. Но если бы честным, Хель была права. Дикарка и в самом деле его зацепила. Красивая, стройная, юная. И глаза самого синего цвета, какой он когда-либо видел. Доктор не думал, что придётся на собственной шкуре испытать, что такое утонуть в глазах в его-то возрасте. В девушке было что-то нордическое. Пожалуй, это слово будет самым правильным. Не чита рыжему косоглазому дикарю, которого поймали спустя полчаса в том же лесу. Вот уж кто точно настоящее животное. Ничуть не лучше гигантского медведя. Нового любимца Хель. Тем не менее, доктор старался не показывать, что девушка ему интересна. Низшие чины не брезговали использовать дикарей для удовлетворения личных потребностей. Но Рашер был офицером, а среди них подобное поведение не одобрялось. Мягко говоря, считалось извращением. Это же дикари, животные. Потому доктор старался сохранять лицо. По его распоряжению девушку поместили в обыкновенный женский барак вместе с остальными дикарками. Рашер даже не заходил туда без особой необходимости. Впрочем, необходимость еще была. Девушка пока не пришла в себя и приходилось периодически проверять ее состояние. Но как Хель удалось его раскусить? Прав Фельдфебель Ульф, назвав ее ведьмой. Каждого работника станции Хель видела насквозь. Доктор незаметно, как ему казалось, облизал пересохшие губы. Ну, ладно, пусть не амулет, но все равно красивое украшение. «Откуда оно у вас? Семейная реликвия?» Фигурка моржа замерла над столом. Полет Валькирии оборвался так резко, словно гордым воительницам подрезали крылья. Хель повернулась, обратив к доктору демоническую половину своего лица, череп обтянутый прозрачной кожей. Глаз внутри глазницы казался огромным, как бильярдный шар. Сейчас он был обычного цвета, но Рашеру стало не по себе. Что не так? Доктор понимал, что сболтнул что-то лишнее. Сказал что-то, что не должно было срываться с его языка, но... Что именно? Упомянул ее семью? Легким движением руки Хель поправила прическу. Белые волосы взметнулись, как медленная метель. Снежная буря, из которой на Рашера скалилась сама смерть. Доктор почувствовал, что падает в пропасть. Наваждение длилось всего мгновение, а затем Хель снова повернулась к доктору прекрасной половиной лица. Нет. Я нашла его. На станции Пангея-8. Как раз перед тем, как ее пришлось закрыть. В кабинете Хель было холодно, как в морозильной камере, но Рашер вспотел так, словно побывал в турецкой бане. Когда они вернулись из лесной экспедиции, доктор пытался выяснить, чем же занимались на станции Пангея-8 и почему ее закрыли. Доктор перерыл архив, спрашивал людей, от корки до корки прочитал журнал радиосводок, но ничего не нашел. Документы, если они существовали, были уничтожены. Никто из работников станции никогда не бывал на Пангея-8 дальше ворот. Только пилот Франц как-то обмолвился, что место то проклятое. Геликоптер, который отвозил образец 97 на полевые исследования, разбился безо всякой причины, хотя машина была исправна, и пилоты знали свое дело. И вроде это не единичный случай. Подобное случалось раньше. После чего Франц, сверкая стеклами зеркальных очков, заявил, что если кто и знает, какие дела творились на Пангея-8, так это фрау начальник станции, и почему бы Рашеру не спросить у нее самой. Франц был парнем неглупым, и он умел говорить намеками. Хорошие пилоты с разбившегося геликоптера, они наверняка узнали что-то про станцию, и что с ними стало. Конечно, Рашер ходил у Хэль в любимчиках, но с ней ни в чем нельзя быть уверенным. На всякий случай доктор решил сменить тему. «Ваш медведь», — сказал он, — «вы правы, это в самом деле уникальный образец», — Хэль кивнула. После возвращения из экспедиции начальник станции приказала построить для медведя отдельный загон. Доктор не сомневался, что у Хэль есть особые планы на этого зверя, но какие именно, он даже не догадывался. «Дело не только в размерах», — сказал доктор, наконец почувствовав под ногами твердую почву. «Это животное совершенно не боится людей». «Разумеется», — кивнула Хэль. «Люди для него не более, чем добыча. С чего ему нас бояться?» «Не в том смысле», — Рашер замотал головой. «Медведь не боится людей так же, как их не боится, например, собака». Хэль удивленно приподняла бровь, и доктор продолжил. «Он ни разу не пытался напасть на обслуживающий персонал. Он вообще очень дружелюбно относится к людям». «Если бы такое было возможно, я бы сказал, что это одомашненный медведь. Такое чувство, что ему уже доводилось иметь дело с людьми. И еще он очень музыкален». «Что?» — спросила Хэль. Доктор почувствовал себя глупо. «Музыкален», — повторил он. «Этот медведь поет. Вы знаете Йозефа, который следит за зверинцем? У него есть хобби. Он играет на губной гармошке. Так вот, как-то он решил порепетировать рядом с медвежьим загоном. И, представьте, звери стал ему подпевать. На свой манер, конечно. Но Йозеф утверждает, что Эрику он проречал лучше многих на станции». «Эрику», — протянула Хэль. «Одна моя знакомая любила эту песню. Тут же на лице ее появилось жесткое выражение. «Передайте Йозефу, чтобы впредь он не играл свои песенки рядом с медведем. Мне нужен хищный зверь, а не цирковой клоун». «И есть». Доктор чуть ли не подскочил на стуле. «Вы забываете, Зигмунд, что ваш музыкальный и дружелюбный медведь легко разделался с Нефилимом, а образец 97 был лучшим». «Да, конечно, я помню». Доктор опустил взгляд. «Еще бы не помнить. Он собственноручно проводил вскрытие великана и готовил отчет для Хэль. Но это и в самом деле дружелюбный медведь. Не понимаю, что заставило его напасть на Нефилима». «Мне кажется, Хэль постучала фигуркой моржа по столу. Кое-кто может пролить цвет на эту историю. Ваша красавица, дикарка. Думаю, она совсем не случайно появилась рядом со станцией. Спросите у нее. Но мы же не знаем их языка. Так научитесь. Или же научите ее говорить по-человечески. Полагаю, это задание доставит вам удовольствие». Последнее слово она произнесла с нажимом. Рашер почувствовал, что щеки его заливают краской. Он хотел взмутиться, но вместо этого тихо повторил. «Есть». Передатчик на столе пискнул. Красная лампочка замигала на входящий вызов. Хэль нажала кнопку. «Слушаю. Госпожа начальник станции». Рашер узнал голос радиста станции. «Мы получили сообщение. И... Если это опять Шильке с четвертой, то передайте, что я не собираюсь выделять ему горючее». «Нет!» Радист замялся. Сообщение поступило со станции номер восемь. Хэль посмотрела на Рашера, однако не стала переключать передатчик на наушник. «Вы уверены?» «Трижды проверили настройки. Это их волна. Понимаете, у каждого передатчика есть индивидуальный код». «Без подробностей», – перебила радиста Хэль. «Что за сообщение?» «Я... Я не знаю, что сказать. Мы сделали запись. Послушайте сами». Из динамика послышался треск, щелчки, а затем незнакомый голос сказал «Привет». Молча они прослушали загадочное сообщение. Едва оно закончилось, как Хэль приказала повторить. Там была песня, странная и неприятная мелодия. Рашеру она совсем не понравилась. Пожалуй, даже больше той непонятной билиберды про интернациональное сопротивление. Песня была сыграна на губной гармонике, и, похоже, музыкант сильно фальшивил. Хэль откинулась в кресле. Ритм, который она выступила фигуркой по столу, стал быстрым и частым, словно пулеметная очередь. Рашер поерзал на стуле. «Что еще за свободное радио каменного века? И куда нужно бежать?» Хэль не ответила. «Что такое пинг-флойд?» сказала она, глядя на передатчик. «Я не знаю», растерялся доктор. «Кажется, это по-английски. Розовые флюиды. Бессмыслица какая-то». Хэль посмотрела на него так, что Рашеру больше всего на свете захотелось провалиться сквозь землю. Глаза начальника станции сверкали. Голубой и зеленый. Вокруг рта закружились снежинки. «Научите ее говорить, Дигмунд», сказала она ледяным голосом. «Немедленно займитесь этим». «Немедленно займитесь этим». «Научんで» «Аска, Аска, это ты?» Голос звучал над ухом. Девушка боялась открыть глаза. Она не понимала, где она и что происходит. Что с ней случилось? В голове сгустилась темнота, черная, как самые глубины большого озера, куда не донырнуть самому сильному охотнику. Из нее выплывали тени-образы, но девушка не понимала, что они означают. Жуткий грохот и треск. Странные люди, грубые руки и боль, смешались в чудовищном кипящем вареве. Вот ее куда-то тащат, вот она где-то лежит. Аска перестала различать, что сон, а что явь. Один кошмар сменял другой, и так без конца. Она чувствовала себя крошечной щепкой, подхваченной бурлящим потоком. Но Аска держалась. Она знала, что жива, и цеплялась за жизнь как только могла. Ей было ради чего жить. Порой Аска видела лицо Вима слишком далеко, чтобы до него добраться, но если она не могла прийти к нему, значит, он сам придет за ней. Аска верила, что именно так и будет, ведь так сказала паучиха. Надо только чуть-чуть подождать, потерпеть совсем немножко. Он найдет ее, где бы она ни оказалась. Лицо Вима неизменно таяло, уступая место видениям из кошмаров. Это была перекошенная физиономия Лорхи или же чудовищная морда великана, убившего ее брата. Иногда и вовсе незнакомые лица. Но чаще всего страшные, рассеченное надвое лицо женщины-призрака. «Я помню тебя, Аска!» продолжал звучать голос. «Ты стала моложе! Почему духи не вернули мне прожитые годы?» Аска почувствовала, как кто-то дотронулся до ее шеи. Теплые мягкие пальцы. Аска открыла глаза. Над ней склонилась незнакомая женщина с мягкими чертами лица и добрым взглядом. Растрепанные каштановые волосы падали ей на плечи, но Аска заметила несколько тоненьких косичек. Глядя на Аску, женщина ласково улыбнулась. Она была старше Аски, но ненамного, пять-шесть зим, не больше. Аска повернула голову и заметила рядом еще одну женщину, девушку, свою ровесницу. Та сидела на корточках, обхватив руками плечи. Длинная прядка скрывала ее левый глаз. Под правым темнел огромный синяк. Аска перевернулась на бок и попыталась встать. Тело ослабло и не слушалось ее. Но женщина с добрым взглядом взяла ее за руку и помогла подняться. Аска села и огляделась. Она находилась внутри длинного дома. Только стены были сделаны не из бревен, а из каких-то больших пластин. Аска не увидела очага. На полу лежали тонкие шкуры незнакомых зверей, от которых воняло сыростью и плесенью. Но куда худший запах доносился из дальнего угла. У Аски аж глаза защипало. Под потолком горела какая-то длинная палка, но слишком высоко, чтобы дотянуться и погреть руки. Ее одежда пропала. Вместо нее на девушке оказался какой-то странный белый балахон до колен. Сперва Аска подумала, что это чья-то шкура, но присмотревшись поняла, что материал похож на плетенку из тростника, только гораздо тоньше. Балахон ничуть не грел. В подобном одеянии Аска чувствовала себя все равно, что голой. «Где я?» спросила Аска. «Неужели ты не помнишь, Аска?» сказала женщина с добрым взглядом. «Мы умерли. Это земля, в которую уходят мертвецы. Старики все врали. Нет никакой земли вечной охоты». «Умерли?» Аска растерянно посмотрела на женщин. «Но… но я жива, я знаю». «Тебя ведь зовут Аска?» она кивнула. Женщина опустила взгляд. «Я видела. Я помню, как Олф отдал реке твое тело. Раз ты пришла сюда, значит, это точно земля мертвых». Аска не понимала, о чем говорит эта женщина. «Кто вы?» спросила она. «Вы говорите на моем языке. Вы навси?» «Навси», – женщины переглянулись. «Мы Кайя. Я из рода медведя. Она из рода рыси. Ули тоже из рода рыси, но сейчас она спит». «Аска, ты забыла свой род?» «Кайя», – девушка встрепенулась. «Вы Кайя?» «Конечно», – кивнула женщина, «как и ты. Я силки. Разве ты меня не помнишь?» «И я...» «Конечно», – сказала силки. «Ты не узнаешь меня. Ведь я была совсем маленькой, когда ты ушла в земли предков. Меня тогда звали Росинка. Помнишь? Ты всегда была так добра ко мне». Аска испуганно замотала головой. «Но я тебя помню», – вздохнула силки. «Ни у кого среди Кайя не было столь синих глаз и волос цвета солнца. Тогда ты была куда старше, чем сейчас. Когда ты ушла в земли предков, я проплакала три дня. Но я сдержала слово, которое тебе дала. Я же Кайя!» «Слово, которое мне дала». Вытаращив глаза, Аска смотрела на женщину, которую видела впервые в жизни. О чем она говорит? Не иначе, как духи забрали ее разум. «Заботиться о твоей дочери», – сказала силки. «Оберегать и защищать ее, пока она мала». Я старалась. В голодные зимы отдавала ей свои куски мяса. Она выросла. Она стала отважной и ловкой, гордой. Настоящая Кайя!» «Моя дочь» – Аска невольно прижала руки к животу. Я никогда не знала. «У меня нет детей!» Силки не растерялась. «Духи вернули тебе молодость», – сказала она. «Но взамен забрали твою память. Но за что они отправили тебя сюда? Чем ты их прогнивала?» Аска прикрыла глаза. «Я не Кайя», – сказала она. «Я Навси, из племени людей Большого озера». «Ну», – начала силки, но Аска упрямо продолжала говорить. «Но я знаю одну девочку из племени Кайя, бесстрашную и сильную. Она умеет исцелять раны. Ее слушаются звери и птицы. Она прошла по реке и спустилась по водопаду, и пришла в длинный дом Навси. Ее племя забрали люди в черных шкурах. Железные птицы унесли их. Но она идет за ними. И она дойдет. Я знаю. Пусть даже железные птицы улетели на край света. Пусть даже в земли мертвых. Аска взглянула на силки. Та смотрела на нее, открыв рот. «Вы ведь те самые Кайя?» – спросила Аска. «Которых унесли железные птицы?» Силки кивнула. За ее спиной кто-то заворочился на ложе из странных шкур и тихо вскрикнул. «Она придет», – сказала Аска. «А с ней идет дух-хранитель вашего рода. Он не оставил своих детей». «Хранитель рода?» Силки потянула себя за косичку, так же, как это делала белка. Я видела его собственными глазами, – кивнула Аска. «Гигантский медведь!» «Быльше мамонта!» «Я видела, как он растерзал огромное чудовище!» «И он придет за вами!» «Я знаю!» Аска замолчала, глядя на стену странного дома. «Конечно, придет, потому что с ним придет ее будущий муж. Надо только чуть-чуть подождать». «Девочка Кайя?» – спросила Силки. «Как ее зовут?» «У нее нет имени», – сказала Аска. «Она еще не прошла испытаний. Хотя те испытания, которые она прошла, не по силам лучшим охотникам. Белка? У нее рыжие волосы и косички, как у меня. Я сама учил ее заплетать косички». «Белка!» – кивнула Аска. Глаза Силки вспыхнули. «Но ведь это...» Она замолчала, пристально глядя на девушку. «Ты права, Аска из племени Навси. Она дойдет. Но нас осталось мало. Они забирают людей Кайя, и никто не приходит назад. Не осталось никого из рода Росомахи». Что-то в ее голосе заставило Аску поежиться. «Ули» говорит, что есть еще другие дома. Там держат охотников, детей и старших женщин. «Но я не знаю, так ли это. Ули все время говорит, если не спит». «Другие дома?» – переспросила Аска. «А здесь?» «Дом для молодых женщин», – резко сказала Силки. Аска невольно посмотрела на другую девушку. Но та лишь тряхнула челкой и ничего не сказала. «Это Тайда», – сказала Силки. «Она не разговаривает». «Почему?» – спросила Аска. Однако, встретив взгляд Силки, прикусила язык. Из-за большого кровоподтека глаз Тайды казался темнее и глубже. Аска заметила у нее на щеке четыре белых полосы, шрамы, и явно от удара когтей какого-то хищника. Точно такие же шрамы красовались с другой стороны на шее. Аска догадалась, что это была рысь. Похоже, когда-то Тайде довелось сразиться с лесной кошкой. Бледные губы девушки скривились в зверином оскале. С равным успехом это могло быть и приветствие, и предупреждение, мол, не подходи ближе. «Хочешь есть?» – спросила Силки. «Они приносят нам еду. Это не свежая рыба и не мясо бизона, но лучше, чем осиновая кора». Стоило Силке сказать про еду, и у Аски заворчала в животе. Она и не думала, что настолько проголодалась. Силки все поняла по одному только взгляду. Она встала и вскоре вернулась с миской, в которой лежало что-то похожее на пережеванное мясо. «Выглядит хуже, чем на вкус», – сказала Силки с легким смешком. «Ешь, Аска, из племени Навси. Тебе еще понадобятся силы». Аска рукой зачерпнула из миски холодное склизкое месиво. Силки права. На вкус оно оказалось вполне съедобным, пусть и слишком жирным. «Кто они? Кто приносит еду?» – спросила Аска с набитым ртом. Силки повернулась к закрытой двери дома. «Они... Ты еще их увидишь». «Один из них приходил к тебе, пока ты спала». «Но он тебя не трогал. Он только смотрел». «Другие...» «Другие? Люди в черных шкурах?» Тайда издала резкий шипящий звук. Глаз в глубине синяка вспыхнул, как раскаленная головешка. С тех пор, как Аска проснулась, Тайда не сдвинулась ни на шаг. «Да...» – голос Силки дрогнул. «Люди в черных шкурах». На полу опять кто-то заворочился. Должно быть та самая Ули, которая либо спит, либо говорит. «Силки!» – послышался тонкий голос. «Я хочу есть. У меня живот прилип к спине. Вовек не отдерешь. Нечем даже...» Из горы вонючих шкур показалась растрепанная светловолосая головка. Лицо девушки выглядело совсем детским, чуть припухлое и немного растерянное. Карие глаза, большие и влажные, как у олененка. Девушка зевнула во весь рот и громко почесала живот. «Нерзкие вши!» – она сплюнула себе под ноги. «Всю изгрызли! Хоть кожу сдирай!» «Ну, где жаротва?» Ули повернулась и, наконец, заметила Аску. «О, смотри, Силки! Твоя мертвячка проснулась! И уже жрет за обе щеки!» «Не давай ей много еды, Силки!» «Может, ей белая росомаха живот выела!» «Глянь, из нее жаротва не вываливается!» «Хотя, что там?» «Ты дыркой больше, глядишь, оно и лучше!» Она хрипло рассмеялась. Этот смех, да и ее слова, совсем не сочетались с высоким и звонким девчоночем голоском. «Ули!» Воскликнула Силки. «Да знаю я, как меня зовут!» Махнула рукой девушка. Она встала и, подобрав балахон до пояса, направилась в дальний угол дома. В этот момент входная дверь с громким скрипом открылась, и в светлом прямоугольнике появились две темные фигуры. Послышался смех и грубые мужские голоса. Они, — выдохнула Силки, — «пришли!» На четвереньках она отползла к стене. Ули тихо вскрикнула и попятилась. Только Тайда даже не вздрогнула. «Кто?» — Аска смотрела на темные фигуры. Из полумрака дома казалось, что у них нет лиц, ни люди вовсе от тени, призраки. Язык, на котором они переговаривались, походил на звериные лаи. Но когда они вошли, оказалось, что это самые обыкновенные парни. Крепкие, круглощекие, с широкими улыбающимися лицами. Одежда их и впрянь была сшита из черных шкур, но в остальном они оказались и в половину не такими страшными, как Каска их представляла. Парни прошли в дом, со смехом переговариваясь и толкая друг друга локтями. Один из них указал на сидящую Тайду и что-то сказал. Его приятель прыснул от смеха и, глядя на девушку, облизал пухлые красные губы. Тайда не пошевелилась, но Аска заметила, как вспыхнул глаз девушки. А затем они повернулись и увидели Аску. Та еще сидела с миской еды, не понимая, что ей делать. Холодный жир стекал с тонких пальцев. Парни переглянулись. Один двумя руками похлопал себя по груди, на что второй громко цокнул языком. Они обменялись парой слов на своем лающем языке, а затем вдруг подняли руки с крепко сжатыми кулаками. Аска подумала, что они собираются драться, но парни лишь трижды взмахнули руками в воздухе. Один показал ладони, кулаки второго остались сжатыми. Тот, который показал ладони, хлопнул ими по рукам приятеля, а затем потрепал его по плечу. Тот что-то сказал. Хотя Аска не поняла ни слова, ей и послышалось обида в голосе. Второй парень погладил себя по животу и шагнул к Аске. На круглощеком лице сверкала белозубая улыбка, только девушке она не показалась дружелюбной. Скорее, довольной, как оскал волка, наевшегося до отвала. Парень нагнулся к Аске и что-то сказал ей прямо в лицо. Глаза у него были серые, как подтаявший лед. «Я не понимаю». Аска попыталась отстраниться. Парень опять что-то сказал, а в довершении ко всему еще и ткнул ее пальцем в плечо. «Я... я не знаю вашего...» «Пятис», — проговорила Аска. Улыбка парня скривилась. Резким взмахом руки он выбил миску из рук Аски. Коричневая месива разлетела с погрязным шкуром. Девушка громко вскрикнула. Парень схватил ее за руку и дернул вверх, заставляя встать. Так резко, что едва не вывернул ей плечо. Аска едва не заплакала от боли. Держа ее руку высоко поднятой, парень оглядел девушку с головы до ног. Громко шмыгнул носом. «Отпустите меня!» Парни переглянулись и хором захохотали. Тот, кто держал Аску, провел пальцем по ее щеке и вытянул к ней губы. От него несло чем-то кислым, отчего желудок Аски сжался. Ее едва не вырвало. Отвернувшись, девушка заметила жалостный и виноватый взгляд силки. Но та лишь крепче прижалась к стене. Аска задергалась, пытаясь освободиться. Свободной рукой парень вцепился в край Балахона и рванул на себя. Одежда затрещала. Он дернул еще, и Балахон разорвался пополам. Широко ухмыляясь, парень схватил Аску за грудь. Сжал пальцы. «Помогите!» — взвизнула Аска. Она брыкалась, как могла. Вот только сил не осталось. Резкий верещащий крик прозвучал совсем рядом. Краем глаза Аска увидела, как мелькнула какая-то белая тень. «Тайда!» Сорвавшись со своего места, девушка прыгнула, повисла на руке парня, и точно дикая кошка впилась зубами ему в предплечье. Парень заорал, что была мочи, и отпустил Аску. Она упала, но не смогла даже откатиться в сторону. «Тайда» разжала челюсти и повернула голову, вытягивая шею в попытке дотянуться до горла парня. Ее шрамы вздулись и покраснели. Рот кривился в зверином оскале. Издалека донесся крик ули. Оттолкнув девушку, парень с размаха врезал ей кулаком по зубам. «Тайда» отлетела к стене. Она попыталась подняться, но на нее налетел второй парень, и, схватив за волосы, прижал лицом к полу. Аска успела лишь заметить, что губы ее разбиты и рот красный от крови. Первый парень нагнулся к Аске, схватил за шею, поднял на вытянутой руке. Сильные пальцы сдавили горло. Задыхая, Саска смотрела в его холодные глаза с крошечными, как острие, иглы зрачками. Они медленно приближались. Громко заскрипела дверь, и на пороге возник невысокий темный силуэт. А затем раздался гневный оклик. Парень сразу отпустил Аску, и она опять упала. Парень же вытянулся, прижав руки к бокам и высоко задрав подбородок. То же самое сделал и его приятель. Так они и застыли, не шевелясь. В дом вбежал невысокий и коренастый человек. Перед его глазами блестели большие круги. Оглядевшись, он замахал руками и что-то проорал на лающем языке. Парни не ответили, только еще сильнее постарались вытянуться. Аска увидела, что у того, который стоит перед ней, дрожит колено. Человек с блестящими глазами вновь заорал, указывая на дверь. Парни развернулись и быстрым шагом вышли из дома. Глядя им вслед, человек снял плоскую и круглую черную шапку и рукавом вытера за залысиный пот. Девушке показалось, что она где-то его видела, но сейчас думать об этом она не могла. Ее трясло. Она не понимала, что происходит. Хотела с одного спрятаться, зарыться под землю, туда, где никто и никогда ее не найдет и не увидит. На четвереньках Аска подползла к стене и прижалась к ней. Стена была холодной, но девушка этого почти не заметила. Под кожей будто полыхало пламя. Человек с блестящими глазами подошел к Аске и присел перед ней на корточке. Девушка боялась на него взглянуть. Лишь краем глаза видела дряблую щеку и рот с глубокими морщинками в уголках губ. Осторожно, только кончиками влажных пальцев человек дотронулся до ее плеча. Аска дернулась, и он убрал руку. Заискивающий улыбнулся. «Зигмунд», сказал он, прижав ладонь к груди, сглотнул и снова повторил «Зигмунд». Аска рискнула поднять взгляд. Глядя мужчине прямо в блестящие глаза, она спросила «Где Вим?» Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф «Зигмунд», «Зигмунд», «Зигмунд». «Загруза» «Загруза», «Загруза» «Загруз作» «Загруз mettre в Yangt paperworkем» Продолжение следует...